Валютный контроль Обязательный круг для России, ведь благодаря ему можно улучшить соотношение валют. Соответствующее предложение будет на рынок поступать. Ну а соответственно, если будет больше предложения, то и будет ниже цена на иностранную валюту. Валютный контроль, надзор за всеми операциями импорта и в основном экспорта страны. Как говорят экономисты, это не самая выигрышная стратегия, но кратковременная. По словам специалистов, такой способ нельзя применять в течение длительного времени. Так может начаться неформальная деятельность. Предприятия просто не будут показывать свою полную выручку от экспорта. Это может привести к еще более сильному падению рубля. Для предотвращения незаконных сделок по экспорту в российском законодательстве предусмотрены административные наказания. Это должно понизить коррупционные схемы среди крупных предприятий на рынке. В тему валютного контроля и валютного регулирования входят очень много разных мероприятий, в том числе и ограничения на совершение тех или иных операций, запрет на те или иные операции и ограничение сумм соответствующих операций. А также, в том числе, одной из мер валютного контроля является обязательная репатриация экспортной выручки. То есть, компании, которые продают что-либо заграничным партнерам, обязаны полученную выручку возвращать в страну. Экономисты сходятся в мнении, что возвращение доверия к курсу рубля будет происходить долго и тяжело. Указ о валютном контроле позволяет на короткое время стабилизировать положение рубля. Также специалисты прогнозируют, что к 2025 и 2026 году один доллар будет стоить 100-105 рублей. Однако смотреть на российский рубль как на защитный актив пока не стоит. Карина Саяхова, Николай Суховский, Фариза Хитаглы, Универньюс.